Всем привет! Сегодня я приготовлю дрожжевое слоёное тесто. Это тесто подойдёт к любой сладкой выпечке, с любой начинкой или помадкой. Из него можно делать различные рогалики, как большие, так и маленькие, разные слойки с любыми начинками, улитки, рулетики, палочки. Пусть вашей фантазии не будет границ. С этим тестом очень легко работать и выпечка улучшается вкусная и нежная. Для теста нам понадобится килограмм и 100 грамм муки, 500 грамм масла для прослойки теста, 2 яйца, 100 грамм масла, 100 грамм сахара, столовая ложка без горки соли, 20 грамм сухих дрожжей и 600 миллилитров молока. Все ингредиенты должны быть охлаждёнными. Муку просеиваем через сито, добавляем соль, сахар и перемешиваем. Добавляем сухие дрожжи и опять перемешиваем. В середине делаем ложкой небольшую ямочку. В неё выливаем 2 яйца. Размешиваем яйца венчиком и выливаем растопленное и слегка охлаждённое сливочное масло. Постоянно мешаем венчиком. Туда же добавим немного охлаждённого молока. Венчиком понемногу собираем муку в ямке. Подливаем опять немного молока и собираем со стенок муку. Когда тесто уже будет густым, размешиваем его лопаткой или ложкой. А когда оно уже хорошо соберётся вместе, выкладываем его на стол и вымешиваем руками. Слишком долго его не вымешиваем, чтобы тесто не согрелось от теплоты наших рук. Миску посыпаем мукой, отправляем в неё тесто, посыпав мукой и накрываем плёнкой. Отправляем в морозилку на полчаса. Вынимаем тесто из морозилки, выкладываем на посыпанную мукой рабочую поверхность, посыпаем мукой и раскатываем прямоугольный пласт толщиной приблизительно 5-7 мм. Зрительно разделяем тесто на 3 одинаковые части. Размягчённое сливочное масло выкладываем на 2 части теста. Третью часть маслом не намазываем. Равномерно распределяем масло по тесту. Той частью теста, на которой нет масла, накрываем 1 треть теста смазанным маслом. Аккуратно расправляем его, чтобы его толщина была примерно одинакова. Оставшейся частью теста накрываем 2 трети теста и разравниваем тесто. Убираем лишнюю муку и перегибаем тесто ещё раз. Поднос посыпаем мукой, перекладываем на него тесто, накрываем плёнкой и отправляем в холодильник на полчаса. Вынимаем из холодильника, раскатываем на ширину 5-7 мм, убираем лишнюю муку с теста, перегибаем сначала одну третью часть теста и ещё другую треть. Обязательно всё время стряхиваем лишнюю муку с теста и перегибаем ещё два раза. Тесто слегка прижимаем, раскатываем ещё раз и перегибаем ещё раз. Только края теста оставляем внутри теста. Отправляем в холодильник минимум на час, а можно и на всю ночь. Вынимаем тесто, раскатываем на ширину 1,5-2 см и разрезаем на три части. Те части теста, которые не будем сразу использовать, покрываем плёнкой, чтобы тесто не пересохло и убираем в холодильник или даже в морозилку. Оставшееся тесто можно сразу использовать. Раскатываем на ширину 3-5 мм и используем для нашей выпечки. После формирования нужно дать тесту слегка подняться при комнатной температуре, смазать яйцом или маслом. И можно выпекать в предварительно нагретой духовке при 200 градусах 15-20 минут, в зависимости от толщины изделия. Приятного аппетита! Готовьте с радостью, пеките с любовью, кушайте с удовольствием! Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал!